Советский Союз Советский Союз Здравствуйте, товарищи! На «Авроре» передача «Что делать?» В гостях у нас директора Института ЕВРС Владимир Анатольевич Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Владимир Анатольевич, помнится ли, лет 30 назад, Ельцин Борис Николаевич бросил такую фразу в народ? «Берите суверенитета каждый сколько захотите и сколько сможете унести». А скажите, пожалуйста, собственно, Россия взяла суверенитета сколько захотела? Или нас это не касалось, как обычно? Очень интересный вопрос. В каком-то смысле он продолжение нашей прошлой программы, поскольку мы говорили о территориальном развитии, это в том числе и к регионам имеет отношение, к их суверенитету. Ну, уместно поставить вопрос, сама Россия, насколько она суверенна. И, мне кажется, вот такая постановка взяла ли она столько суверенитета, сколько хотела? Мне кажется, вопрос не точен. Почему? Потому что, во-первых, какая Россия хотела суверенитета, да? А во-вторых, хотела ли? Потому что, если мы говорим об элитах, то на самом деле элиты не хотели суверенитета в то время, да? Когда вот, ну, 30 лет назад при Ельцине. Что касается сегодняшнего дня, то они, конечно, хотят суверенитета такого определенного. Мы на эту тему поговорим о сегодня, поскольку суверенитеты бывают разные. По меньшей мере, примитительно к России, можно говорить о трех совершенно разных видах или типах суверенитета. То есть, суверенитет страны, суверенитет народа и суверенитет элиты. Это абсолютно разные вещи, да? И мы их подробно разберем. Ну, тут, может быть, у наших зрителей возникнет вопрос, не слишком ли такая глобальная тема сегодня, поскольку мы вроде бы договорились, но судя по опросам на сайте, да, по ответам на наши вопросы, зрители наши склоняются к некой конкретике. Вот, и у нас так по приоритетам есть несколько тем, которые мы наметили обсудить. Это тема ЖКХ, тема миграционной политики, но есть еще ряд других вопросов. Но мне кажется, что зрителю нужно быть готовым, например, к такой теме, как проблемы ЖКХ. Потому что на самом деле, ну, для кого-то это может быть скучная тема, для кого-то это очень неподъемная тема, в том плане, что она слишком такая масштабная, чтобы ее так с наскоку понять. Потому что в основном проблемы в этой области упираются в нормотворчество, да, вообще в состояние нормативных актов по этому поводу. Ну, и вообще очень такая нелицеприятная практика с тысячами примеров, да, самых разных. Вот поэтому я думаю, что мы должны эту тему анонсировать и, наверное, в ближайшей программе ее обсудить более подробно. Тем более, что у нас есть инновации, к которым зритель не готов. Я думаю, что так вот надо все-таки настроиться на те совершенно неожиданные вещи, которые будем излагать в этой сфере, да. Но мы в форме небольшой статьи дадим сегодня-завтра на сайт. Я думаю, да-да, хорошо. Вот, что касается этой темы. Ну, прежде чем начать говорить о столь серьезной проблеме, как российский суверенитет, да, я думаю, опять две-три минуты по поводу обратной связи. У нас уже такая традиция пошла, и мы, ну, как сказать, становимся свидетелями того, что наши прогнозы, с вами, Алексей, они просто безупречно работают. Вот мы в прошлой программе говорили о том, что вообще страшно поднимать тему территориального развития, да, потому что сразу после нашей программы наверняка будут какие-то решения власти прямо противоположные. Это уже вот как бы раз в раз это случается, и в этот раз то же самое. То есть, как только мы поговорили о том, значит, что такое агломерации, да, которые собираются делать Хуснулин, Файзулин там и прочее, да, поговорили о проекте столицы, которая должна существовать, ну, столице Евразийского экономического союза, которая должна существовать в пространстве Омска, Астаны, да, через сутки буквально, что заявил Шойгу. То есть, Шойгу выступил с таким пространным заявлением, предложив построить пять городов-миллионников в Сибири и столицу туда перенести. Я понимаю, если бы, ну, это как раз вопрос о хрониках вот этих вот морального разложения, да, нашего режима. То есть, я понимаю, если бы он говорил не о переносе столицы из Москвы в Сибирь, а, например, передачи каких-то столичных функций. Создание второго центра. Да, второго центра, передачи, там, формирование малого правительства где-нибудь в Хабаровске, да, или вот этот проект, который во всех деталях уже обсужден, как столица ЕАЭС, например, да, если не в Омске, не в этом пространстве, между Омском и Астаной, а где-нибудь в Новосибирске, да, где можно еще обозначить некую столицу для нас. ШОС, например, да, помимо ЕАЭС. Ну и так далее. Если бы речь шла не о пяти новых миллиониках, городах, а речь бы шла о том, что те города за Уралом, которые сегодня умирают, в них вдохнут жизнь, да, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, значит, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Чита, Иркутск и так далее, да, ну, тогда понятно. Мы бы двумя руками за. Ну, к сожалению, вот такая вот постановка вопроса интересная. Вот. Ну и, естественно, опять же, в рамках этой хроники, да, морального предложения масса интересных вещей опять предлагали представители власти, ну, начиная с возможного введения налога на мясо, да, причем сенатор по этому поводу высказался. Ну, это вот как раз, опять же, подтверждение того, о чем мы говорим. Если сегодня, завтра, неважно, будет вводиться налог на мясо, то совершенно очевидно, что это некий такой пролог к тому, чтобы ввести постепенно налог на молочные продукты и вообще на все продукты чистого такого экологического свойства. Помните, как два года назад Михаил Геннадьевич Делягин как анекдот рассказывал о том, как Дмитрий Анатольевич Медведев собирается бороться с бедностью. Он приходит к президенту и говорит, Владимир Владимирович, я решил, как бороться с бедностью. Мы введем налог на бедность. Всем станет бедным быть невыгодными, все станут богатыми. И вот как анекдот это рассказывал. Ну, вот мы поговорили в одной из наших программ о борщевом наборе, как главной программной месседжи «Единая Россия». И тут же представители «Единой России» начали говорить о возможном налоге на мясо. А как же без мяса борщ? То есть, на самом деле, это все укладывается в логику инклюзивного капитализма, задача которой заключается в том, чтобы четко разделить население планеты, в том числе и по питанию, на элиту, которая будет питаться с натуральными продуктами. И они будут стоить дорого. И на все остальное население, которое будет питаться продуктами искусственного происхождения на базе ГМО. Вот задача. Ну, и масса других было интересных вещей. Тоже мы в нашей программе поминали о четырехдневной рабочей неделе, о которой говорил Медведев. Ну, и буквально вот несколько дней назад, уже как будто бы в ответ ему, Николай Рифев из КПРФ, да, заявил о том, что нам вообще на шестидневку-семидневку нужно переходить. То есть, рука руку моет, условно говоря. Олигархи предлагают одно, а холократы предлагают как бы прямо противоположное. На самом деле, вот так возникает подозрение, что он вообще в пользу Единой России этот коммунист работал. Он же по списку выдвигается, то есть, с народом не связан, пургу всякую может безнаказанно нести. Вот он заявил, что на шестидневку-семидневку. Тут же сразу проснулись представители Единой России, типа Исаева, да, которые за трудовой кодекс там у нас отвечают. Вот. И стали защищать права трудящихся, в кавычках, естественно. Вот такая была неделька. Что касается обратной связи, вообще реакции наших слушателей на то, о чем мы говорим. Ну, в принципе, мы видим, какие тренды происходят. То есть, с одной стороны, вроде бы уменьшается количество комментариев, да. Может быть, некоторые уже не видят смысла особо писать, потому что они уже поняли смысл программы. Вот. И, так сказать, с дивана, просто реплики подавать им неинтересно. Но одновременно при этом вот начались письма, достаточно пространные мне на почту, на почту института. И вот после третьей программы поступило где-то полтора десятка писем таких развернутых. Люди шлют книги свои, какие-то свои предложения по стратегии. Значит, высказывают желание участвовать в какой-то конкретной работе. Такой, ну, как сказать, резкий рост качества нашего слушателя. Вот. Я вот пользуясь случаем хочу сказать, что, конечно, поскольку пошел такой поток, наверное, сложно будет все присылаемые материалы, документы прочитать. И книги я, конечно, буду стараться, но если кому я не отвечу, то это не в силу того, что там не хочется отвечать, а в силу того, что, ну, просто бывает не в силах, да, реагировать на каждое такое письмо. Вот. Это преамбула. Теперь приступаем к суверенности. Значит, что это такое? Итак, вот три понимания суверенности. Вообще, надо вспомнить, конечно, историю лозунга такого идеологического про суверенную демократию, который вот сейчас, я вот недавно принимал экзамены в июне, в июне-июле месяце у бакалавриата и, значит, этих... Магистров. Магистров, да. Не приведи Господь. Плюс дипломные работы, дипломные работы в финансовом университете при правительстве. И вот как-то, значит, там такая вот точка зрения существует. Ну, ребята там идеологически подкованы. Вот они же связаны с правительством. Что у нас идеология такая формировалась в нулевые годы, она называется суверенной демократией. И с таким придыханием они и говорят. Это очень прискорбно. Почему? Потому что вообще вот это такая капля, в которой отражается вообще весь процесс идеологический нулевых и десятых годов. Почему? Потому что... Ну, о какой суверенной демократии можно говорить примитивно к той России, если нынешней команде досталась страна, которая попала в такое то ли колониальное, то ли полуколониальное положение. И, соответственно, правящий класс, который начал осознавать вот эту ситуацию зависимости, значит, от Запада с одной стороны, с другой стороны, взаимоотношения между ним и населением, насколько вот эти две стороны зависимы друг от друга. И возникла потребность сделать страну... Да, ну и, естественно, все как бы в правящем классе прекрасно осознают, я думаю, и к тому времени уже осознали, что, ну, собственно, о демократии кто думал тогда? Потому что нужно было действительно выстроить вертикаль власти. Мы помним, да? В 2004 году, это просто термин вошел, президентская вертикаль, вертикаль власти... Но, по сути, это ручное управление. Да, была ситуация, связанная с повышенными рисками терроризма и прочее-прочее. Поэтому, в принципе, с одной стороны, все естественно, что была потребность выстраивания президентской вертикали, а не какой-то там демократической горизонтали. Вот. По этому мотиву нужно понимать, что на самом деле речь шла, если говорить о мотивах правящего класса, а, скажем, от перехода от зависимой олигархии к какой-то менее зависимой олигархии. То есть, строя олигархические, а не демократические. А, значит, страна попала в зависимость. Вот. Поэтому в одной из программ я выступал здесь и говорил о том, что у нас на самом деле, вот как квалифицировать нынешний общественный строй, это такая зависимая олигархия. Вот. Но это такой политологический термин, который нуждается в разборе, да? И сейчас мы применительно к программе, к духу программы. Потому что что делать? Каким образом на самом деле этот суверенитет обеспечить? Вот. Ну, для того, чтобы наметить, как бы, план суверенизации, да, что должны делать мы, что должно делать население, что должна делать власть в этом плане, все-таки более подробно, мне кажется, нужно разобраться с тем, что такое вот это вот нынешнее колониальное положение России. Почему я вот так уверенно говорю, да? Я мог бы, наверное, говорить, что, ну, есть какие-то моменты, связанные с тем, что там по каким-то направлениям России действительно зависима, есть какие-то направления, где Россия давно встала с колен, да, что вот она становится субъектом таким полноценной мировой политики и так далее, и так далее. Ну, давайте разберемся, так ли это. Разберемся? Да, давайте. Я единственный момент хочу уточнить, но ведь любая структура, у нее первая и нижайшая задача – это собственное выживание. И вот мне кажется, основная проблема большинства властных структур, которые сейчас в России существуют, это то, что они не поднимаются выше этой проблемы собственного выживания. Вот если бы они хотя бы чуть-чуть приподнялись, они бы поняли, что они ведут страну и себя в рамках этой страны к уничтожению, я этого слова не побоюсь, потому что они без России никому нужны не будут. Ну, вы правы. Вот я не случайно сказал, что, например, в народе понятие суверенности одно, у элит понимание суверенности другое. Вот с точки зрения, например, народного большинства, какая разница, кто осуществляет насилие по отношению к населению, да? Какой-то внешний заморский там фашист или наш гауляйтер, наш полицай, грубо говоря. Разницы особой нет. Вот. Поэтому народ понимает суверенность, как понятно, это суверенность страны, это свобода для народного большинства и так далее. Вот. Как понимает эта элита? Она понимает это, как свободу действовать в своих собственных интересах, к своей собственной стране, чтобы внешний куратор позволял им самим управлять этой страной, этой территорией. Да? То есть, олигархия должна остаться, вертикаль власти должна остаться, насилие должно остаться. Более того, мы видим, что по многим направлениям это насилие возрастает. Но вот внешние силы, они должны как бы карт-бланш дать. Отстать. Нашим элитам отстать, да, не трогать. Вот. И в этом смысле постоянно идет торг. То есть, вы отстаньте от нас. Мы сами тут разберемся, да? Но в ответ на как бы предоставленные нам полномочия, мы готовы выполнять вот это, вот это, вот это. Вот заметьте такую вещь, что когда в начале 20-го года президент поставил вопрос о суверенитете, в том смысле, что нужно внести поправки в Конституцию, да, и все сразу, значит, ну, все наши СМИ, пропагандисты стали активно поднимать тему, что нужно обеспечить приоритет нашего национального законодательства на международном. Да? Вроде бы правильная очень вещь, но помимо изменения текста статьи в Конституции, это же предполагает целый ряд очень серьезных действий, да, а что касается реакции вообще всей этой олигархической системы, то она отреагировала очень нервно, да, вот на эту позицию, на президентское предложение, и дальше с одной стороны пошел поток разных предложений, самых разных, про русский народ, про роль церкви, там, про традиционную семью и прочее, прочее, да. Часть из них была вполне деленная. Да, конечно, ну, естественно, правящий класс, он все это как бы монкировал, удушил в объятиях, переформатировал, там, и так далее, и так далее. Значит, так вот, я почему это вспоминаю? Потому что одновременно с этим началась пандемия, так называемая. И наша власть стала реализовывать ту концепцию, которая на самом, и те методики, которые... Внешнюю повестку. Да, внешнюю повестку. То есть, то, что предложил ВОЗ и вообще предлагают как бы организаторы этого действия. То есть, возникает подозрение, что с одной стороны, вроде бы, мы заявили о суверенитете, и, может быть, нам даже как-то разрешили в обмен на что? В обмен на то, что мы будем действовать строго в глобалистских рамках. Сейчас зеленая повестка поднимается, экологическая, вот после встречи в Женеве. Ну, вот, вот. То есть, точно так же, как, например, пенсионная реформа была осуществлена в рамках вот этого какого-то общего подхода, да, под влиянием, под давлением Международного валютного фонда и других подобных структур, да, потом у нас развернулась по такой же схеме пандемия, теперь вот, вполне возможно, экологическая повестка начинает разворачиваться. Не случайно вот эти все как раз заявления по поводу того, что налог на мясо нужно вводить, да. Ну, и завтра появится... Пробивают. Да, конечно. Пока пробивают. Да, зондируют. Поэтому вот опять мы сейчас поговорим по поводу суверенности и опять... Ждем в среду через сутки-двое, да, кто-то что-то скажет по этому поводу маразматическое. Ну, так вот. Значит, давайте дадим определение суверенности. То есть, мы разобрали, что как минимум существует три, да, или два, допустим, основных для элита, для народа, ну, и вообще как бы для страны. Но что такое суверенность? Через что она расшифровывается? Вот как мы можем говорить, насколько суверенна та или иная страна или та или иная цивилизация? С моей точки зрения, расшифровка идет через три С. То есть, через три ключевых понятия. То есть, первое – это самостоятельность, второе – это самодостаточность, и третье – это самобытность. То есть, грубо говоря, когда у нас вот в стране, допустим, которая ставит себе задачу обеспечения суверенности, соблюдается эти три С, мы можем говорить, да, что-то вот это действительно достаточно высокий уровень суверенности. Но первое и самое главное, с чего начинать, суверенизацию – это необходимо определить зависимости. Потому что освобождение от зависимости – это и есть на самом деле становление суверенности или независимости, как, ну, понятно, слово-антитеза. Любую сферу взять сегодня в России, если подробно начать разбирать, где мы независимы, да, и в чем мы независимы. Вот. Может быть, мы найдем такие сферы. Ну, наверное, есть там две-три сферы, где у нас какая-то суверенность существует, и действительно мы проводим какую-то независимую политику. Ну, если брать, например, оборонку, это отдельная тема, да, или, например, атомную промышленность, значит, Росатом и его действия. Хотя тоже возникают вопросы. Вот. А так я просто перечислю основные сферы зависимости, да, начиная, конечно же, с самой главной, то, о чем все говорят, я поэтому, поскольку о ней говорят все, не буду подобно разбирать, это финансовая зависимость. То есть, прямое управление России осуществляется через финансовые инструменты, да, через привязку рубля к доллару, через подчинение Центробанка, через прямое управление всеми этими международными финансовыми структурами нашим экономическим и финансовым блоком. Да, я думаю, что это расшифровывать не нужно, это как бы очевидные вещи. Поэтому, несмотря на то, что 15 лет примерно ведутся разговоры, постоянно появляются публикации по поводу того, что не сегодня-завтра Россия договорится с Китаем и вот начнутся расчеты в юанях и рублях. Юань тоже к доллару привязывает. Да, Россия договорилась с Ираном о том, что в национальных валютах и так далее. Никаких сдвижек по этому поводу нет. Кросскурс все равно есть, но могут быть какие-то расчеты. И все вещи, связанные как раз с транзакциями, с всевозможными финансовыми потоками, с уплатой налогов, с офшорами, с вывозом капитала и так далее, и так далее. То есть, все то, что составляет 80% экономики, все это привязано к внешним управляющим силам. О какой независимости можно говорить в финансовой сфере? Дальше смотрим собственно экономику. За последние десятилетия у нас сложилась сырьевая экономика. Это самый интересный момент. Почему? Потому что, например, наши западные партнеры в кавычках во всех пропагандистских своих СМИ утверждают, что Европа вообще попала в зависимость от российского газа. Украина зависит от российского газа, Белоруссия зависит от российского газа и так далее. И Россия осуществляет через эту зависимость какую-то свою политику. Но полнейший бред. То есть, на самом деле все наоборот. Потому что Россия через свою сырьевую ориентацию попала в зависимость во-первых, от стран потребителей этого газа. Цены диктует не она, а мировой рынок и международные центры. То есть, ОПЕК, биржи, всевозможные и так далее. Не Россия восстанавливает цену. Она в пределах евразийского пространства для своих ближайших соседей. Ну, конечно, она там торгуется и цены ставит. Но они все равно в пределах тех мировых цен, которые... Зачем покупать? Может, дешевле будет. Конечно, ориентировочные. Это во-первых. Во-вторых, Россия зависит от транзитных стран. То есть, мы видим, как Россия попала в колоссальную зависимость от Украины. Именно потому, что транзитная страна. Совершенно другой был бы разговор с Киевом, если бы Россия не зависела от трубы. Совершенно другой разговор был бы с Белоруссией, если бы Россия не зависела от трубы. Ну, Белоруссии, ладно, не жалко. Но мы же этот газ можем потратить на развитие своих регионов. И всем только лучше будет в рамках страны. Ну, понятно. Это к вопросу, что делать. Я сейчас говорю о нынешней ситуации, что мы попали в зависимости от Китая в надежде на то, что он будет потребителем нашего газа. Попали в зависимость от Японии в надежде, что она будет потребителем нашего газа, нефти и так далее. И вот эти трубопроводы, на которые затрачены гигантские деньги в сторону Китая, в сторону Японии. Мы зависим от Турции. Почему в отношении Турции нет эффективной и понятной политики? Потому что наш газ идет через Турцию. И так далее, и так далее. То есть, полнейшая зависимость от стран потребителей, от стран-транзитеров. О какой вообще независимости, какой суверенности можно говорить? А вот вопрос такой. Ну, вот как мы знаем с вами, да, если когда один покупатель, тоже плохо, но когда один поставщик. То есть, это может быть, мы друг другу попали в зависимость. Они попали в зависимость от нас, мы попали в зависимость от них. Ну, я сейчас не говорю про внутренние зависимости, потому что в ситуации, когда сложилась такая монополистическая экономика и через укрупление предприятий, через как бы наведение порядка во всех отраслях, да, у нас формируются монополии, супер-монополии. И все отрасли становятся монопольными на самом деле, да, но это внутренняя проблема. Сейчас мы ее не обсуждаем. Сейчас мы говорим... Идея капитализма всегда настроиться на монополии. Да. Вот сейчас мы обсуждаем как бы ту суверенность, которая предполагает наше взаимоотношение с внешним миром, да, прежде всего. Итак, первое, финансовые составляющие, второе, сырье, третье, инвестиции. Значит, вспомните, да, лозунги вообще всей нашей власти в течение последних 30 лет, когда вставал вопрос о драйверах развития, что является источником развития, катализатором развития. Внешние инвестиции. Возвелся только один фактор, один источник. Это инвестиции, причем инвестиции западные, внешние инвестиции. По этому поводу проводилось сотни форумов инвестиционных, да, постоянно идут какие-то отчеты, что там на каких-то форумах, на десятки миллиардов долларов, что-то заключили какие-то контракты, подписали соглашение о намерениях и так далее, и так далее. Воз и на ней там. Если начать разбирать эту сферу, выяснится, что как бы инвестиции или вложение средств какими-то зарубежными инвесторами в нашу экономику, оно мизерное. С одной стороны, с другой стороны, те деньги, которые вкладываются, и мы тратим больше, отдаем-то больше в итоге валюты. Информационное агентство Аврора. Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Ну, естественно, более того, там, часть этих инвестиций это на самом деле возврат наших денег, которые вывезены зарубежным, и так далее, и так далее. Вот. Абсолютно запутанная вещь как бы с точки зрения понимания ее содержания. С другой стороны, абсолютно такой ложный вектор власти, который постоянно демонстрируется до сих пор. Инвестиции, инвестиции, инвестиции. Хотя на самом деле существует еще два очень важных драйвера развития. То есть, первый драйвер развития это государство, которое вырабатывает экономическую стратегию, занимается планированием, соответственно, организует поток инвестиций правильно. Вот. И третий драйвер это население, это энергия масс, которые поставлены такие условия, что им становится выгодно заниматься малым бизнесом, средним бизнесом, любым бизнесом. Вообще управлять экономическую активность. Да, вообще управлять. Российская. Значит, это третье. Четвертое. Ну, вот сейчас тоже тема, которая обсуждается постоянно, рост цен. что только не называют. Какие предложения тоже не выдвигаются. Например, там Аксаков, банкир, выступал там где-то две недели назад и говорил о том, что нам нужно ввести пошлину на экспортные товары наши, на экспортное продовольствие. Как будто мы огромное количество экспортного продовольствия поставляем в какие-то страны. Вот сейчас буквально на днях прозвучала такая цифра, что мы вообще чуть ли не первые в Китае по поставкам мяса, говядины. Когда начинаешь сравнивать объемы, там выясняется, что это вообще менее процента от всего объема, который поставляется в Китае из самых разных стран. Так у нас же очень мало голов КРС сейчас. Ну, то есть, понятно, что эта отрасль более-менее развивается, но нельзя говорить, что это Россия поставляет. Почему? Потому что вся эта отрасль находится в ведении частных компаний. Частные компании, да, им выгоднее, наверное, продавать за рубежом это мясо, чем самой России. И в том числе они поставляют в Китае. Но это мизер. То есть, ну, вести какие-то пошлины это ничего не даст. В то время как монополии предопределяют рост цены в совершенно других объемах. Ну, а самое главное, кому принадлежат основные торговые сети? Все же это знают. Все торговые сети принадлежат зарубежному капиталу. И опять мы вывозим больше, чем они инвестируют. Много больше. Поэтому получается, что полная продуктовая зависимость. Я уже не говорю про импортозамещение или как там, просто импорт зарубежных продуктов питания в Россию. И все эти вопросы, которые постоянно из года в год поднимаются, почему мы едим израильскую картошку? Или какие-нибудь турецкие огурцы, неважно, из Аргентины привозят какие-то корнеплоды или овощи и прочее. Почему их нельзя производить в нашей стране? Вот. Дальше. Еще одна больная тема. Информационная система. Что происходит в этой сфере? Ну да, есть пару социальных сетей, которые вроде бы как нашего производства. Типа Одноклассники, Телеграм и так далее. С другой стороны, на какой технологической базе существует вообще вся информационная система российская? Если интернет управляется из-за рубежа, серверные все зарубежные, все оборудование зарубежное, Microsoft, компьютеры, программный продукт все зарубежное, что российского существует в этой сфере? Значит, есть такое понятие рунет, вот оно активно обсуждается, об этом пишут, значит, фигурирует вообще само это понятие в прессе, но под рунетом понимается на самом деле русскоязычный сегмент интернета, то есть вот эти русскоязычные сайты, которые на самом деле неконкурентоспособны вот в этой все, в всем этом облаке всего этого глобального интернета, потому что это какой-то тоже маленький мизер, да, и более того, если у нас вся информационная система привязана к каким-то западным центрам, в том числе пропагандистским, получается, что ты даже русскоязычные сайты не можешь сохранить и обеспечить в них достоверность какую-то российскую позицию, потому что вся информационная среда привязана к другим центрам, вот этим глобальным сетям, глобальному интернету, они транслируют дискурсы, которые формируются за рубежом, и поэтому какой русскоязычный сайт может сохранить свою идентичность? Даже русский сегмент ютуба, я же читаю, что там вы должны согласно такому-то закону США указать возносную группу, даже как пример, самый простой. Ну, к вопросу о самостоятельности и самодостаточности. Вот самодостаточность это очень важная вещь, и если бы, например, речь шла о реальном суверенитете страны, да, не только элиты, которые для себя там какой-то кусочек отвоевывают, то, наверное, должны такие быть базовые основания для этой самодостаточности по ключевым направлениям. Ну, например, Рунет бы развивался не просто как русскоязычный сегмент интернета, а развивался бы свой интранет, привязанный каким-то, понятно, к русской технологической базе, к российской технологической базе. Ну, как это происходит в Китае? Здесь интранет. То есть... У нас же было это 30 с лишним лет назад. Да, может быть, они немножко неказисто смотрелось это все относительно систем IBM-овских, но тем не менее все равно что-то было, и это можно было... А с этого можно было стартовать? Все правильно. Поэтому вот я хочу просто подчеркнуть, что вот эта нынешняя колониальная система, которая сложилась в отношении России, чем она отличается от старого такого традиционного колониализма? Вот этот нынешний колониализм, он предполагает, что как бы в метрополии не обязательно иметь своих надсмотрщиков на территории страны-колонии. Совершенно не обязательно. Это осуществляется дистанционно. Первое. Второе. Совершенно не обязательно осуществлять насилие, в том числе военным путем в отношении управляемой страны, да? Потому что вот это насилие, этот контроль осуществляется гибридными методами. У нас все время, ну, сейчас уже как бы все признают, что идет гибридная война против России, но на самом деле не просто речь идет о гибридной войне, в которой мы как-то сопротивляемся, противостоим на отдельных направлениях, даже побеждаем. Речь идет о гибридном управлении колониальном. Вот это информационное управление, оно является ключевым, потому что когда мы говорим о том, что хотя бы в этой сфере мы начинаем отвоевывать какие-то лакуны суверенности, мы должны понимать, что это должно опираться на собственную технологическую базу, пусть маленькую для начала, но она должна расширяться, на собственный интернет, интранет, на собственный программный продукт, на собственные мобильные средства связи, на собственные компьютеры, и так далее, и так далее. Собственные платформы. Ну, я про это и говорю. Значит, ничего этого нет. Поэтому я не знаю, как власть собирается обеспечивать суверенитет, что она делает в этом направлении. Как только мы начинаем разбираться, выясняется, что нет вообще никакой основы для этого. Дальше. Ну, все сферы не будем как бы подробно обсуждать, буквально несколько. Что происходит с образованием? По каким методикам работает вся система образования? Начиная с ЭГЭ, дальше эти все методички пошли баллонской системы, все эти инновации, сегрегация внутри системы образования, когда внимание уделяется только приоритетным проектам, элитным проектам и платежеспособным ученикам, а все остальные, значит, они постепенно сбрасываются в небытие. И там же идет еще наступление на русскую традицию. Вот я просто пример вам привезу. Берем букварь для первого класса. Радостные дети, радостные взрослые бегают, отдыхают, никто никаким делом не занимается, все в цветных одеждах и так далее. И на дальнем плане за сеткой рабица два человека занимаются трудом, они черные все, грязные, и жена ругает мужа за этой сеткой, что он что-то, то есть, там люди, которые занимаются трудом, выглядят значительно хуже, чем те, кто занимаются безделием, и при этом еще они и злобное выражение лица у них и за решеткой, понимаете, да? Ну, конечно, это мордор такой унылый. Да, тот, кто занимается трудом? Совок, да, совок такой. Значит, мне вот буквально несколько дней назад звонили из Архангельской области, жаловались, просто кричали о том, что там происходит. Я, к сожалению, пока не получил информации, что это за школы такие частные. То есть, частные школы, которые открываются на деньги, ну, как бы, Норвегии, да, на самом деле, там, может быть, американские деньги, непонятно, в любом случае, это некие зарубежные деньги, зарубежные методики. Значит, ребят натаскивают на то, что они никакие не русские, да, что они поморы. Коля из Уренгоя, мы же знаем. Абсолютно закрытая система, значит, родители, ну, более-менее состоятельные с одной стороны, с другой стороны, даже, как бы, все желающие, да, имеют возможность в эту школу ребенка отдать, потому что она оплачивается из-за рубежа. На это власти смотрят совершенно спокойно, потому что, видимо, тоже участвуют в этом процессе. Это вот Архангельск, но это во многих регионах, особенно таких этнических, да, в республиках, я вот в Пензе такой же встречал, и в Мордовии такой же, такие же примеры есть. Вот. Образование, здравоохранение. Про здравоохранение я вообще молчу, да, потому что мы видим, что происходит в этой сфере, да, это полное прямое управление внешнее сейчас нашей сферы здравоохранения, да. Ну, безусловно, есть одно достижение, связанное с тем, что вроде бы произвели свою вакцину, да, и в этом смысле, вроде как, средство защиты, но с другой стороны, опять же, что такое защита вакцины в ситуации, когда власть полностью реализует методику Всемирной организации здравоохранения. Понятно, что есть элитный вариант, элитный вариант защиты вот этого правящего класса, да, что мы будем делать все, как вы скажете, но дайте нам возможность самим обогатиться. Бабло покосить, да, бюджет освоить, да. Зарабатывайте в других странах, в африканских, да, вот в нашей стране мы сами заработаем на вакцине. Вот, я уже не говорю про ювенальную юстицию, что происходит в гендерной сфере, что происходит в сфере ЛГБТ и продвижения всей этой культуры, вообще, что происходит в сфере культуры. Поэтому, когда мы все вот это подробно рассмотрим, все сферы, по каким методикам идет работа, кто осуществляет внешнее управление, как с этим связаны представители чиновничества и олигархов, как это вообще вяжется с нашими традициями, с нашей самобытностью, с самодостаточностью и так далее, и так далее. Мы ужаснемся, да, то есть страна абсолютно несуверенна, страна абсолютно зависима и абсолютно управляема. Так получается. Ну, теперь к вопросу, что делать в такой ситуации, да, потому что диагноз более-менее понятен, вот как из этого выбираться. Начну, может быть, с простых вещей. Опять же, сумбурно набросаю просто картинку, почему, потому что это глобальное поле, да, чтобы весь алгоритм и всю матрицу суверенизации выстроить, ну, нам понадобится несколько программ, ну, чтобы показать ход мысли, просто несколько таких примеров. Сейчас закончилась Олимпиада. Значит, понятно, как нам, какое отношение к нам было в Токио, ну, к российской сборной. Как сказал Познер, Россия заслужила наказание за допинговый скандал. Ну, вот-вот, да, значит, еще и Познер тут интерпретирует, исходя из своего видения. Значит, то есть, российской сборной там не было, да, была вот эта рок. Невнятная. Да, соответственно, был вот праздник, там, вчера или позавчера на Красной площади где-то, значит, честовали наших спортсменов, ну, к спортсменам претензий нет, вот, сделали все, что могли, значит, как выход, каков выход из этой ситуации. То есть, совершенно понятно, что монополизированная сфера Олимпийских игр, да, она американизирована. И бабло косит. Значит, там люди зарабатывают бабло, решают политические вопросы. Где оружие России, чтобы быть суверенным от этого давления? Вот как быть? Вы знаете, хотя я 15 лет отработал в структуре с корпородкомитета, я не вижу другого способа, как не участвовать в этих соревнованиях. Вы абсолютно правы. Своя спортакеада. 50% правды заключается в том, что не участвуют в этих соревнованиях, другая 50% заключается в том, что нужно создавать альтернативы. То есть, когда в советское... Спортакеады. Да, в советское время была вот эта ситуация с играми доброй воли, но вот Советский Союз тогда мог. Но была мировая система социализма, поэтому можно было позволить себе выстраивать альтернативу и тем более такую мощную, когда мы знаем, что во время игр доброй воли было сделано больше рекордов мировых, европейских, чем на предыдущих олимпийских интернерах. 1984 года, да. Значит, так вот, в нынешних условиях уже 10 лет подготовлено... Вот просто в интернет зайдете и посмотрите, такое название Евразийские игры. В 11-м году был подготовлен такой проект Институт МИАЭС. В ситуации прогнозирования такого положения в олимпийском движении был подготовлен проект Евразийские игры, который заключался в том, что, допустим, резко не прорываясь с олимпийскими играми до того момента, пока нас не прижали, а нас вот прижали сейчас, начинает развивать Евразийские игры. Что это означает? Мировой системы социализма нет, но есть Евразийский экономический союз, есть ШОС, есть БРИКС, да, то есть, целая совокупность международных структур не западного типа. Значит, есть традиционные виды спорта. Значит, когда вот в 11-м году такой проект был подготовлен, он был повезен в Казахстан, почему? Потому что в России никому не нужен был. А в Казахстане отмечалось 400-летие города Уральска. Город, в принципе, русский, да, это бывший Яйск, город казацкий. Вот, казахи, казаки, вообще конные народы, кавказские народы и так далее, и так далее. Суть состояла в том, что нужно начинать евразийские игры на базе традиционных видов спорта, степных народов, конных народов, вообще вот этих евразийских народов. Это зрелищные, колоссальные по своему интересу стороны зрителей игры, потому что это конные скачки, это фехтование, владение, значит, жигитовка, владение, значит, холодным оружием и так далее, и так далее. Плюс вот эти всякие игры, начиная там, ну, есть русские игры интересные, типа там, стоп горы, сейчас не буду царь горы все это называть. У всех народов это есть. И поэтому был разработан такой проект, когда в Уральске собираются казачьи войска, войска наши, там вот эти девять казачьих войск, плюс, значит, эти страны пограничные с нами, где вот тоже эта конная культура существует. И проведение евразийских игр в виде фестиваля такого культурного и соревнований. Дальше это начинает перемещаться. Вот это в Казахстане первоначальное, второе на территории России, там постоянно подключаются самые разные страны. В 14-м году, по-моему, если не ошибаюсь, начались игры кочевых народов в Киргизии, где 40 стран уже участвуют. Значит, мы там не участвуем никак. Значит, то есть, проект есть, в прессе об этом писалось, чиновники на это наплевали. До сих пор не сделал ни одного шага, хотя вот я беседовал с олимпийскими чемпионами, значит, там с заместителем руководителя Олимпийского комитета, говорил по этому поводу, что ваше стремление значит, лечь под запад и вот эти все эти допинговые скандалы и так далее, и так далее, значит, нежелание расставаться с этими кормушками, да, там западными, нежелание выстраивать альтернативу, будет только ухудшать положение российского спорта. Никто не слышит. И вот сейчас делаются выводы по олимпийским играм, да, они такие, вот запад плохой, вот, значит, там еврейскую девочку, ну, это израильскую девочку, значит, ее наградили, безобразие и прочее, прочее. Но это частности. Системно происходит унижение русской цивилизации. Разрушение российского спорта. И так мы по всем направлениям можем посмотреть. Например, Евровидение. Давно был подготовлен проект Евразвидения. Зачем участвовать в этой, значит, в этом шабаше? В этой порнографии. Начинайте развивать, ну, реализуйте этот Витебский базар там в другом варианте, там, неважно. Сделайте Евразвидение как альтернативу. Начинайте его развивать, на базе действительно высокого искусства. Помните, песня «Сопот» была там стран социализма? Ну, в том-то и дело, что это дежавю. То есть, это многое Советский Союз сделал правильно. Но вот эта вот нынешняя олигархическая власть, которая постоянно говорит о каком-то суверенитете, делает все наоборот. То есть, она загоняет себя еще больше вот в эти рамки зависимости. А вы как считаете, это всегда преступление или это во многом дурь? Ну, это комплекс на самом деле. Опять же, мы говорили, что мотивации самые разные у различных групп элит. Потому что есть люди впрямую заинтересованы. Например, так называемая спортивная административная элита. То есть, люди, которые зарабатывают на том, что они в олимпийских комитетах участвуют, в минспорте, тренеры, участвуют в бизнесе, всяких схемах, закупают игроков зарубежных и прочих. Но зачем им заниматься евразийскими делами? Они считают, что они ца Европа. Им интереснее ездить в Брюссель, всякие европейские площадки, олимпийские игры в столицах, ведущих в столицах мира. А тут какую-то новую схему выстраивать вообще. Делать чего-то надо. Нужно что-то делать, делать с нуля и так далее. Но, опять же, если бы им была дана команда, они бы этим занимались. Но высшему руководству не нужно это. То есть, они по-прежнему работают в схеме большая Европа от Лиссабона до Владивостока. Поскольку уже порочность этого уже 20 лет, как бы она известна, порочность этой схемы, что не будет никакой большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Постоянно Россию мордой тыкают в то, что вы это мордор. И Европа вас не собирается принимать свою компанию. И давно нужно сделать вывод, что, ну, хорошо, раз не принимаете, мы будем выстраивать суверенную Россию. Но кроме разговоров нет ничего. Значит, ну, есть, конечно, некоторые шаги, хотя не по нашей инициативе, потому что формирование БРИКСа не по нашей инициативе произошло, формирование ШОСа не по нашей инициативе произошло. Вот сейчас про пандемию говорим, и Всемирная организация здравоохранения как монополия. Опять же, год назад была инициатива, и было даже обращение опубликовано, что нам для того, чтобы сохранить влияние на евразийском рынке в сфере здравоохранения, в сфере фармацевтической промышленности, например, почему бы не сделать Евразийскую организацию здравоохранения? Вот что мы уперлись в Всемирную организацию здравоохранения вместо создания Евразийской организации здравоохранения в качестве альтернативы такой здоровой, да, и пытаться развивать евразийские рынки, в том числе и вакцину поставлять в соседние страны и так далее, да, и другие лекарственные средства. Вот, дальше, почему мы уперлись в ПАСЕ? Хотя можно давно создать ПАЕС Парламентской ассамблеи Евразийского союза. Нет, вот Евразийского союза мы не будем, вот мы будем постоянно, нас морда опять будет об стол там бить, в ПАСЕ, мы будем там сидеть, потому что нашим чиновникам, видимо, приятно ездить в Брюссель, в Страсбург. Дальше, ОБСЕ. Вот куча, опять же, нареканий. Вот они на Донбассе занимают, значит, необъективную позицию. Кто мешает России выступить инициатором создания аналогичной структуры на евразийском пространстве? Альтернативную ОБСЕ. С участием того же Китая, с участием Ирана, с участием Индии, других азиатских стран. Никто же не мешает. Помните, кто это сказал, что 20-й век будет веком столкновения между двумя великими азиатскими державами, между Россией и Англией? Не помню. Может быть, кто-то из немцев и просаков. Я сейчас такие очевидные вещи называю, например, Китай в этом не нуждается. Он не признает просто ни Газский трибунал, ни ОБСЕ и прочее. Он-то как раз более-менее самодостаточен. Хотя, конечно, очень зависит он от рынков западных. Сейчас, как раз, на этих рынках происходит перелом, потому что в том-то дело, что зависимость, она в какой-то момент переходит во взаимозависимость, а потом в обратной зависимость. Поэтому сейчас ситуация сложилась таким образом, если, допустим, до недавнего времени, до, допустим, десяток годов Китай во многом зависел от зарубежных рынков. Сегодня это уже взаимозависимость, и уже Соединенные Штаты беспокоятся, что они становятся Европой зависимы от Китая. И не успевают они делать эти чипы и все прочее. А завтра, наоборот, все эти рынки будут зависеть от Китая. Это просто пример о том, каким образом формируется суверенность. Понятно, что у нас ресурсы не те, но на самом деле даже движения в эту сферу нет. Да если бы мы захотели бы, мы бы очень быстро бы сделали их зависимыми от нас. Ну, в том-то и дело. Ну, по крайней мере, 30 лет уж точно хватит. По крайней мере, можно описать несколько оснований, без которых никакая суверенность невозможно. И вообще, на чем делать упор? Из того, что уже есть. Да, но это нужно сохранить, усилить. Ну, вот я назвал Рунет. Безусловно, это нужно развивать, иначе просто погружены в совершенно чуждую нам враждебную ценностную информационную среду. Да? То есть, наши дети воспитываются уже в другой системе ценностей на самом деле через вот эту информационную зависимость. вот мы-то еще ладно, как-то сортируем, да, те источники информации, которые на нас выходят, а дети уже в этом не разбираются. Значит, второе, ядерное оружие и вообще разработки по атому. Ну, это действительно наш серьезный такой задел еще советского времени, да, и слава богу, он не умер, он достаточно конкурентоспособен, вот, опять же, в связке с космосом, да, хотя, опять же, количество пусков, да, и вообще наше влияние в космосе, оно постепенно снижается, но вот, если говорить о ядерном оружии и вообще этих атомных разработках, не могу не вспомнить... Проклятый совок не мог не вспомнить... На 50 лет за дело сделать. известное произведение Ази Казимова, основание, да, которое вокруг этого вертится, что империя возродилась только за счет того, что удерживало секрет производства ядерного оружия, ну, атомной энергии. Это второй кризис Академии. И вот интересно, что как-то беседовал с одним нашим олигархом, который на самом деле курирует Росатом, курирует Росатом, и вообще курировал значительную часть науки этот олигарх. Я ему, когда рассказывал про Ази Казимова, про это произведение, он вообще не знал, кто такой Ази Казимов. Понимаете, да? Тот человек, которого наш президент вообще считал какое-то время главным по науке в стране. Это в каком? В Принстонском университете она обязательно к изучению фурсов рассказывала, не помню. В общем, то есть, в некоторых университетах в Штатах она обязательно обязательно программа. Ну, отдельная тема. Мне кажется, что я даже был вот в одном, в столице одного из Штатов в Америке, да, который является аналогом как раз этой, то ли первой. Одной из академий. Одной из академий, да. Вот. Значит, поэтому вот Рунет, дальше Глонас. В каком состоянии находится Глонас? То есть, существует на самом деле четыре системы навигационных, вообще четыре спутниковые системы, которые, собственно, в таком цивилизационном типе обеспечивают самодостаточность четырех стран цивилизации или четырех образований цивилизационных. То есть, есть GPS, есть Галилей европейская, есть Байду китайская и вот наш Глонас, который никак не доделают. Он вроде бы есть, но с другой стороны не обеспечивает всего покрытия и как бы никак не способен пока. Почему? Потому что 25-й спутник вроде бы никак не взлетает или не дают его или там что-то еще происходит. Тоже отдельная тема, с этим нужно разбираться. Вот. Но можно предположить, что поскольку идет это внешнее управление со стороны МВФ и других структур. То он и не взлетит. Да. То, с одной стороны, нам разрешают тратить деньги куда угодно, на космос, на 24 спутника. Доходит речь о 25-м. 13-й камень с Адрианзи, по-моему. Да, он никак не взлетает. Значит, это то же самое, что трубопроводы строят. Тратьте деньги, строите трубопроводы. Как только доходит речь, осталось последние 100 километров, все, начинается куча проблем и не дают достроить эти 100 километров. Или там станция, например, это насосные перестают работать или еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому эти базовые вещи. Русский язык, если говорить о культуре. Серьезная проблема. То есть, тоже вот я смотрю такие браворные отчеты, что на русском говорят там, на русском здесь, и вроде не собираются от него отказываться в разных странах. С другой стороны, мы видим такое достаточно прохладное отношение нашего руководства к русскому языку. Когда, например, кириллица, то есть, латиница возникает в ряде стран, и наши руководители никак на это не реагируют. Когда русский язык и русские школы закрывается в ряде стран, да, тоже на это не реагируют. Вот. При всем при том, что на самом деле, ну, тоже не хочу в эту тему сейчас влезать, что, что такое вообще русский язык с точки зрения как раз мирового культурного наследия. Отдельная тема. Православный ресурс, как некая уникальная этика, как такое ортодоксальное, классическое религиозное мировоззрение. В каком состоянии находится русская православная церковь сегодня? Куда она ориентируется? В лице своего руководства? Ой, Господи, там не стяжатели победили. Куда она ориентируется? Туда же все. Ну, вот, тоже больная тема, не буду про это говорить. Вот так, если коротко. Поэтому пути суверенизации более-менее известны. Вот, в каком направлении двигаться. Это колоссальная работа, но то есть, это не только слова. Да, это прежде всего действие. Но кроме слов мы пока ничего особо не видим в этой сфере. Но, на ваш взгляд, отсутствие политической воли, политической воли как действия, в каком-то направлении. Это, ну, условно говоря, как в Золотом Петушке, царство лежа на боку, просто не хочется уже заниматься. В этой структуре там нехорошо, там все, там отлично. Или это отсутствие горизонта планирования хотя бы там на ближайшие 15 лет? Алексей, вот я сейчас вспоминаю ленинский тезис. Как ни странно, да? Но мне кажется, вот он имеет прямое отношение к нынешней ситуации в России. Помните, у него был тезис ближе к 17-му году, что империалистическая война и вообще вот эта антиимпериалистическая революция должна перерастись в социалистическую. Перерастись в гражданскую, да? Вот. Ну, война в гражданскую, а революция в социалистическую. То есть, вот эта взаимосвязь антиимпериалистической линии пролетариата всего мира и социалистической революции в России, да, одно предшествует другому. То есть, понимание того, что без такой антиимпериалистической как бы направленности массовых иступлений невозможна социалистическая революция. Он очень такой важный тезис. Почему? Потому что вот сегодня очень много разговоров по поводу того, что левый поворот, социалистическая революция, новый социализм и так далее, и так далее. С моей точки зрения, это невозможно без суверенизации России, без создания субъекта суверенного. То есть, грубо говоря, вот ключевой лозунг любых левых сил, любых патриотических сил должен быть такой сегодня, что сначала национальная революция, которая должна перерасти в народную. То есть, национальная революция предполагает, что должен сформироваться субъект, который избавится от зависимости, который, по крайней мере, развернет вот эту ситуацию в стране в сторону собственных национальных интересов. Но революция же здесь происходит в первую очередь. Ну, все правильно. Просто вот хотя бы это осознать, что зачем уничтожать страну и думать о ней как о части, как об элементе какого-то, значит, какой-то зарубежной субстанции, какой-то метаболии. Они даже не понимают, что это их кормовая база, мне кажется. Даже вот этот этап не понимают. Ну, они... Это как бы естественный процесс. Они не хотят понимать. Зачем им это понимать? Потому что есть такое понятие, как интересы и мотивы. Да, вот я не случайно Желенина вспомню. Человек, который четко понимал, что такое интересы. Интересы правящего класса, интересы капиталистов и так далее. И без революции как бы с ними разговаривать невозможно. Да, но ситуация сложилась так в России, что поначалу начался процесс скорее вот такого антиимпериалистического возмущения, то есть возмущения людей значит, мировой войной. Соответственно... Конечно, мироедами и так далее, и так далее. А потом постепенно это переросло в социалистическую революцию. То есть выдвижение на первый план социальных лозунгов. Социально-политических. Социально-политических. То есть примерно так сейчас ситуация разворачивается. Просто ждать какого-то взрыва, и что он будет таким социально ориентированным и социалистическим, мне кажется, неправильно. То есть мы должны разобрать просто все нюансы, связанные с тем, почему наша страна является колонией, и как она управляется, и как делать так, чтобы все-таки на первом этапе вот эта элита нынешняя, Компродолжская, с пятой колонны, шестой колонны и так далее, чтобы она была заменена хотя бы, хотя бы частично, чтобы появился союзник во власти, на национально ориентированную элиту. Опять же, мы же знаем, диалектика. В ядрах любой власти зарождается основа для будущей. Ну, будем надеяться. Надеяться никто никогда никому не запрещает, как говорится. Так, Владимир Анатольевич, наша передача к концу потихоньку подходит. Как на ваш взгляд, есть ли предпосылки в современном состоянии российского общества, чтобы из него выделился таки субъект, который мог бы взять на себя ответственность за вот это перерастание, во-первых, за появление национальной революции и перерастание ее в народную? Ну, предпосылка только одна. Я про нее и говорю, что внутри правящего класса должна возникнуть какая-то группа интересов или несколько групп интересов, которые смотрят в будущее. Может быть, это какие-то молодые технократы, я не знаю, кто еще, которые ставят перед собой задачу вот этой самой суверенизации, про которую мы говорим. Почему я считаю, что эта тема очень важная? Если, допустим, в том же 1917 году, про это многие историки говорят, большевики получили союзника в лице генерального штаба, высшего генерального штаба. Тут можно спорить, насколько масштабной была эта поддержка, но, тем не менее, часть элиты в ситуации, когда... Из силовой структуры. из силовой структуры, которые в той ситуации начала развала Россию, и угрозы того, что она просто перестанет существовать, все-таки выбрали, с их точки зрения, может быть, меньшее зло, или, по крайней мере, ту силу, которая позволяла бы империю восстановить. Вот они выбрали большевиков по такому принципу. Значит, где вот эти союзники сегодня? Допустим, что массы как-то начнут самоорганизовываться. Где союзники во власти? Поэтому предпосылка заключается в том, что нужно, чтобы как можно больше появлялось союзников во власти из тех достаточно прагматичных чиновников, предпринимателей, управленцев, которые начинают приходить к необходимости реальной шагу в сторону суверенизации России. Которые вот этот самый порочный путь в никуда сегодня каким-то образом постараются прекратить. Вот это основная предпосылка с моей точки зрения. Ну, что ж, будем смотреть, что происходит в этом направлении, будем работать в этом направлении. Владимир Анатольевич, благодарю вас за сегодняшний эфир, наших зрителей благодарю за внимание. Товарищи, до свидания, будьте бдительны. до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok